Сегодня в программе Кем быть? Экономика или менеджмент? Выбираем направление обучения. Бухгалтерский учет. Специфика предприятия не помеха карьере. Аспирантура. Западный опыт в наших условиях. Институт экономики САФУ. Актуальные знания. Человек может получить образование даже вне университета. То есть он может быть самоучкой. А высшее образование это какие-то корочки все-таки, которые необходимы для трудоустройства. Знакомьтесь, Ольга Мальцева. Настоящая гордость 35-й Архангельской школы. Про таких, как она, раньше говорили спортсменка, комсомолка и просто красавица. Учителя Ольгу ценят и советуют после школы найти для себя что-нибудь творческое. Мне кажется, что для Ольги очень полезной, плодотворной, перспективной будет какая-то творческая деятельность. Она ловит все на лету, она ребят организовывает. Она у нас в общественной школьной жизни принимала очень активное участие. С самого момента, когда стала чувствовать себя уже более-менее взрослой, где-то с седьмого класса. При желании место для творчества можно найти в любой профессии, считает Оля. У меня с самого детства пошло все-таки интерес к экономическому профилю, к бухгалтерскому профилю. Ну, это в связи с тем, что у меня родственники занимаются этим делом. Оля свою жизнь после школы без университета не мыслит. И уже остановила свой выбор на экономическом направлении. Правда, пока не определилась с профилем. Для этого мы отправимся в Арктический университет, где узнаем, как и чему учатся студенты и где работают выпускники Института экономики. Ну, как сказал один из героев рассказа о Генри, моего любимого американского писателя, я, говорит, знал некоторых ковбоев, которые заканчивали университет. Не сказал бы, что это образование ему очень помешало. Александр Пластинин, говоря о главной задаче университета, считает образ наполнения сосуда не совсем верным. Студент, по его мнению, не кувшин, в который наливают знания. Студент – это искра, из которой талантовые преподаватели раздувают пламя познания. Как показывает практика, в Институте экономики с этой задачей справляются. Все выпускники находят себя в жизни. И в качестве наемных сотрудников, и в качестве частных предпринимателей. Я бы не сказал, что есть такая вот прямо функциональная связь «пятерочник» – это самый успешный бизнесмен. Нет, потому что, скажем, тот же предприниматель, бизнесмен, ему надо некие черты, даже врожденные, генетические, которые в университете не приобретешь. То, что дает институт, то, что дает образовательное учреждение, в принципе, как и в передовых зарубежных институтах, он дает возможность получить знания. А стремление к этой возможности должно быть у каждого. Будет желание, найдется возможность и профессора работать индивидуально и все остальное. Не будет желания, но отсидеть лекцию на задней парте, в принципе, каждый может. Александр Подоницын в начале 90-х поступал еще в Аркангельский технический институт на экономическое отделение лесоинженерного факультета. Вспоминает, что сразу после поступления вместе с другими такими же первокурсниками был отправлен в колхоз убирать картошку. И уже там вместе с друзьями нашел применение своим познанием в экономике. Объяснял деревенским, что делать с ваучерами. На старших курсах попал на практику в Сбербанк, да так и остался. Сегодня он один из руководителей Аркангельского отделения. Основа успешной карьеры была заложена именно в институте, считает Александр Подоницын. То, что касается базовых дисциплин, до сих пор все знания вполне актуальны. И на самом деле преподавание было на столь серьезном уровне, что, учась на МБИ в Москве, процентов 30-40 материала, который там давался, для меня уже был, ну, по большому счету освежить память. Самое проблемное место, это, конечно, отслеживать все изменения в законодательстве, которые происходят. Буквально каждый день меняется в налогах, в учете. И, естественно, это нужно знать. Ну, мы своих студентов на это инстрируем. А прочитали вы, а видели, что уже изменилось, но они, конечно, тоже пытаются держать руку на пульсе. Поступая в институт экономики, придется выбирать всего из двух направлений подготовки – экономика или менеджмент. А вот уже внутри направления выбор из профилей довольно обширный. У экономистов их целых четыре – бухгалтерский учет, анализ и аудит, налоги и налогообложение, финансы и кредит, экономика предприятий и организаций. Студенты каждого из профилей изучают общие экономические дисциплины, математическое моделирование экономических процессов, бухучет и статистику, основы инвестиционной стратегии и финансовой политики предприятия. В общем-то, это дисциплины специализации, которые позволяют вырабатывать обоснованные краткосрочные и долгосрочные решения, связанные с управлением денежными потоками предприятия, с осуществлением вложений денежных средств, выбором, отбором проектов, которые должны реализовывать предприятия. Поняв для себя в 10 классе, что мне интересно заниматься цифрами, то, что мне интересно с ними разбираться и делать отчеты, я поняла, что я буду выбирать профессию именно бухгалтера, а не экономиста и не менеджера. Еще на втором курсе Елена Травникова начала работать бухгалтером-кассиром в строительной фирме, а к моменту получения диплома уже сменила несколько небольших организаций, где работала главбуха. Этим опытом она в течение нескольких лет делилась со студентами уже в качестве преподавателя родной кафедры бухучета, пока, наконец, ее не пригласили на работу в Архангельский траловый флот. Начав с должности заместителя главного бухгалтера, сегодня Елена Травникова работает заместителем генерального директора по финансам и экономике. Для бухгалтера нет таких принципиальных отличий, чем занимается предприятие, потому что сам бухгалтерский учет – это отражение всех операций, что делает предприятие. Следовательно, бухгалтер, придя на предприятие и посвятив несколько дней или пару месяцев для того, чтобы разобраться со спецификой деятельности, вникает в его тонкости и начинает соблюдать законодательство о бухгалтерском учете в той его объеме, которую он уже знает. В этой сказке Балда проходит путь от простого менеджера до очень успешного предпринимателя, делегируя полномочия зайцем именно в этой сказке. Студенты второго курса направления менеджмент разбирают русские сказки и выясняют, кто из персонажей лучше всего разбирается в управлении. Совершенно не обязательно, что все эти студенты в будущем станут директорами или хозяевами собственного бизнеса. Многие найдут себя в роли руководителей отделов и служб в сфере торговли, цифровых технологий или промышленности. Когда приходят к нам абитуриенты и вопросы, а кто такой менеджер, и мы вообще не понимаем, что это такое, они, конечно, есть. Потому что экономист, финансы и кредит, бухгалтерский учет, это понятно. В чем состоит их работа, понятно. А вот менеджмент, такое недопонимание, что это вроде бы как совсем не профессия есть. Мне было интересно учиться, конкретно я попала на менеджмент, и мне это очень понравилось, это мое, я это почувствовала. Мне было само интересно, плюс у нас очень квалифицированные преподаватели, которые умеют не просто донести информацию, донести ее интересно. Поэтому, конечно, на парах скучно не было. Получив диплом, Екатерина некоторое время выбирала между получением второго высшего и аспирантурой. Немного подумав, решила остаться на кафедре и теперь занимается изучением западного опыта поддержки инновационного малого и среднего бизнеса, в частности, создания технопарков. Это аналоги советских академгородков и современных иннаградов. В США технопарк «Кремниевая долина» в 70-х годах стал местом появления ведущих разработок в сфере компьютерных технологий. Поэтому сейчас я пытаюсь разработать эту тему, каким образом в условиях нашей Архангельской области может быть применима, скажем так, зарубежная практика. Работай, 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 тогда у тебя все получится. Как говорил великий боксер Мохаммед Алей, когда не важно, сколько раз ты падаешь, важно, сколько раз ты поднимаешься. Александр Полубатонов работать начал с первого курса и спустя полтора десятка лет возглавляет группу компаний, занимающихся рекламой и полиграфией. По его мнению, у гуманитарного образования в плане трудоустройства перед техническим большое преимущество. Начинать можно очень рано, что в конечном счете не применит сказаться на карьере. Специализация, безусловно, важна, но это зависит от того, в какой сфере ты хотел бы реализоваться. Если ты хочешь идти в лесной бизнес, то желательно со студенческой скамьи начать получать опыт и практику в соответствующих предприятиях. Тогда ты сможешь быть на голову выше остальных выпускников, которые только выпустились и пытаются найти свой путь. На самом деле это пример того, что успешность человека зависит все-таки от него самого. И развиваться необходимо в процессе обучения. То есть совмещать трудовую деятельность и учебную деятельность. Все-таки у меня еще есть выбор между финансовыми и кредитом и бухгалтерским учетом, анализом и аудитом. Там уже все-таки можно подавать документы на несколько факультетов. То есть уже когда будут результаты, там уже подумаю. Оля уже нашла свой ответ и вопрос «С кем быть?». Найди и ты на сайте Арктического университета. нарфу.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова